Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь берешь... Если до этого мы брали голубой, то теперь, чтобы оно не было равно небу по цвету, мы будем пользоваться синим. Тем более, что снег в солнечный день в тени синие. Вот на это количество краски прекрасно ляжет синька снега. Соблюдая конструкцию этих скал, уложишь вдоль хребта, поднимешь по тем траекториям, которым это лежит. Вот они, вот они проектории. Хорошо? Светлый снег, то есть тот, который освещен светом, с этой краснотой будешь брать. К адмиям красным светлым. И у нас появится свет тень. Вот какая между ними колоссальная будет разница. Появится свет тень. Хорошо? Мера вещества тоже не слишком перегустит. То есть меру соблюди. Особенно в тени. Если на свету можно бомбить густотой, но тоже лучше дать еще возможность сверху доложить. Потому что если ты слишком много положишь, сверху уже нечего будет положить. Оно будет просто в кашу превращаться. Скажи, большим мастичным будет? Пока большим, потом на маленький перейдешь. Не стало. Я видела, что не стало. Кни, нет этого рыжего. Он холодный там. Угу. Где ты там розовый снег увидела? Вот там. Это за вид. Это за вид. Ох охонюшки. Может подложить темную кого-то? Нет. Значит, в тени здесь синит, сиреневит теневая. И только чуть-чуть коричневит. Только чуть-чуть. Так все было красиво. И вдруг на тебе. Краснот. Вот цвет теневой. Вот он. Как ты его вначале и набрала. Который мы сбрили. Ну вот что это? Ну вот все сбривать надо. Теневой. Давай. Прозрачность по отношению. То есть чуть другая тональность. Другая тональность. Смотри, как небо сразу отделилось. Да, вот. Вот горы. Облака были, что ли? Да. Вот так. Как? Не скажу. Смотри, смотри. Класс. Какой склонник. Ты тоже видела там эту грань? Я ее пыталась, но не решилась. Нет, ты закопошила ее в кусок. Копошила, да. Смотри. А у меня грань. У тебя грань, да. Потому что я знал, что нужно выразить грань. Ты просто срисовывала, а я выражал грань. Понимаешь? Ты понимаешь? У меня выражена грань. Так. Вот тут ее тоже надо выразить? Да, конечно. Она такая неровная какая-то. Вот там она не симпатичная, а ее лучше выразить. А заодно идею склона выразить. Она еще и близко к нам. Поэтому ты видишь, я даже густятинку подсуну. Чтобы она все не была одинаково рыхло, вдруг появляются вот эти глубокие и как бы не рыхлые места. А вот что-то с роженой на этом склоне. Она тут по идее есть, но она какая-то... Ага. Сейчас я ее молотую, да? Смотри, какое я напряжение дал. И оно из-за напряжения не только... Вернее, уже не цветового, а за счет цветового напряжения вышло сюда. Ты согласна? Да. Именно из-за цветового, а не тонового напряжения. То есть мы играем в игрушечки. В одном месте у нас тоновое напряжение, в другом цветовое. Ну, чтобы разнообразненько. Скажи, а вот сюда тоже роженую это подложить? Потому что тут сверху. Вот туда, может быть, и не стоит создавать напряжение, равное переднему плану. Понимаешь? Понимаешь? Веревочки не вьем. Да. Раздавливаем. А, веревочки раздавливаем. Вон, грань выразилась. Вместо вот такой скучной, ну, пусть где-нибудь возьмет и прорвется. Согласна? Зачем нам никакая, ну, там все-таки какая-то, а у тебя никакая была, да, грань? Сделаем ее какой-то. Ну, более четкая, что не становится. Разрежем немножко ее. Часто у них бывают такие расселены. Так. Там же свет был. Ага, ты его стер. Был свет. Там же тень. Ну, она такой формы странная. Она вот сюда. Вот видишь, вот тут она же светла. Но, как говорится, все еще. Вот этот нападательный характер. Фигня. Фигня.